всем привет с вами ты и сегодня у нас прикольная рубрика стартует и она будет делиться на две серии достаточно прикольные идея рубрики пришла ко мне на стриме собственно на последнем вот извиняюсь заранее если я как-то так где-то не внятно говорю все-таки я сейчас так болею температурка есть вот но надеюсь чтобы не будет помехой классному контенту в общем я сказал что в целом если взять и четко выполнить мои указания любой игрок может быстро научиться играть самое главное starcraft поднять свой уровень и соответственно поднять и свою лигу плоть ну там до мастер лиги точно если будет усердно стараться и вот у нас сегодня будет на связи сейчас игрок кай мы с ним сейчас это собственно будем пытаться продемонстрировать сейчас мы посмотрим его игру вот мы видим игрока из серебра сейчас он по моему добрался там до золота переменными успехами играет и мы посмотрим его игру посмотрим как он играет сейчас потом я ему дам указаний и наставлений и он их будет выполнять в течение недели при этом что самое крутое он будет делать принципе 3 билда которые ему дам до суть моих указаний будет том что ему нужно будет выучить 3 билда играть их и при этом наигрывать их вначале с ботами но вы собственно все сейчас услышите поэтому смотрите ролик приятного вам просмотра итак с нами на связи кай собственной персоной можешь поздороваться всем привет вот и давай посмотрим сразу что у нас происходит эта игра зерк против протаса то есть это чисто вот серебряная лига верх серебра не золото примерно такой ммр у тебя же сейчас золото да там уже 3 ну да только что 1 2 450 да вот знает почему ты делаешь вот этот трюк с глазами но я хотел быстро хату ну вот попробуйте тот билд собственно хата госпу ставится газ потом дрон пул два дрона по моему ловер это так и когда достраивается хата я сразу заказываю 4 собаки и иду в атаку смотри что надо как потом если потом если в атаке чего-то добиваюсь хорошо там пробиваю я заказываю там еще собак она после первой волны собак к вину сразу и нет вот если я там что-то пробивая еще собак затариваю если нет или не особо то уже начинаю тронет и даже переходить в муту в основном а где подсмотрел я не знаю где посмотрел ну так у кого-то там из иностранных стримеров посмотрел что играют собаки мута вроде у рейлгана вроде вот ну смотри получается в чем суть на самом деле вот у тебя здесь уже идут косяки и неэффективные именно у тебя сейчас добывается газ он бесполезен то есть тебе его сейчас некуда потратить и в принципе вообще вот как раз чем отличается грубо говоря восприятие игры там у гмл например но и у игроков там вот там платье на ниже например ближе к алмазу уже начинают обычно понимать в чем суть но не получается уже ну в мастере также понимают как гмл плюс-минус но при этом исполнить не могут вот то есть на тренировке не хватает грубо говоря самое важное что у тебя каждое действие должно быть эффективно приносить какую-то пользу и но иметь смысл то есть действия в виде добычи минералы например она уже имеет смысл действия виде добычи газа имеет смысл и вот на данный момент у тебя вот накоплено уже 150 газа 150 газа в этой игре хватает на что угодно практически на то есть там максимум типа личинок нету дронах типа вот те не хватит на шпиль грубо говоря на 200 газа но при этом ты их можешь куда угодно сейчас уже потратить там на лейерные там ускорение оверлордов на закопку неважно ну ты его добыл и идея в том что ты его должен максимально быстро тратить что газ то минералы вообще то есть вот ресурс и то же самое со всеми этими хатами то есть вот если мы на нем назад ты все сделал открытие правильно то есть два газа поставил хату газ начал добывать ну и собственно а то достроилась у тебя заказ собак вина все типа ровненько в чем проблема в том что в принципе толка от этой хаты никакого нету на данный момент да ты примерно то же самое мог бы заказать и со стандарта практически то же самое и при этом чего-то бы добился так сказать здесь здесь хорошо у тебя вот здесь вот сейчас тратится все личинки тратится минерал на квину и вот в этот момент принципе с этого билда нужно еще срывать дронов газа опять же но для эффективности чтобы добывать минералы и думать куда и дальше вкладывать вот но вообще примерно хорошо что у тебя есть какой-то план не это да это на самом деле неплохо много кто вообще без плана какого-то играет посмотрим как ты контролишь шонка типа поэму 75 хорошо вина как делаешь инъекции кликаешь на хату на квине q но когда накапливаются у нее мана я через shift shift q shift q и она всю ману тратить у нее же есть какой-то этот кулдаун когда ну закапливаться она не должна но так правильно если накопил то через шифтик вот так вот и делается контрольная группа и кроме единички не используешь совсем иногда немного там на муту отдельную когда я с плечу набеги на разуме или там на клубы когда ими игра ну в основном не используя умеешь вообще заново работать shift control alt с контрольными группами да да там добавлять винитов убирать виниты и alt еще ворует это тоже важная штучка так наносим урон вот то есть начать и в принципе контрольные группы к тебе сейчас например залетает урок ну условно сейчас на 3 он не залетит но допустим там не урок а ладеб домой как ты будешь отбиваться тебе нужно с центра экрана мышку тянуть вниз на мини-карту да находить потом тянуть опять в центр экрана выбирать потом опять тянуть вниз нажимать на хату там нажимать еще куда-то да ну и все эти короче пока вот это все делаешь адептам делать например три удара у тебя полтора дрона умирает пока они бегут второй дрон умирает ну то есть не получаешь урон вот то есть контрольные группы что самое прикольное зазерго они не самая важная именно как бы вещь которую стоит так сказать прям обязательно использовать и все такое зазерго парочка контрольных групп все она не мешает то есть хаты да обязательно все добавлять мне нравится что добавлять королев тут два варианта ты либо добавляешь королев которые будут защищать только либо добавляешь тех которые делают инъекции к примеру ну а защитных где-то руками вводишь пачкой что-то типа такого то есть это неважно ну это так мелочи которые нужно будет чуть-чуть подправить вот и смотри как сразу вот о чем сейчас думаешь например давай посмотрим на экран вот ты сейчас пришел убил там stalker убиваешь адепта убил пилон пойти там я вижу что есть дыра в стенке и поэтому я могу еще сделать набег заказать собак и еще сильнее похарасить вот смотри вот тут вот как раз начинается разница этого восприятие всего вот гмл и более ниже лиг а то есть вот ребята например часто там плате на алмазах начинают спорить кто контрит адепта таракан или бейлинг ну типа кто круче как убить вайдрея кого строить и ну то есть они фокусируются на юнитах на каких-то вот этих вещах да то есть на самом деле все это супер просто нравится на заходить вот эту вкладочку да например она не совсем актуальная но грубо говоря кто контрит там вайдрея вот нажимаешь вот hydralisk его контрит да то есть можно тут найти типа новая дрей нажимаешь тоже написано hydralisk контрит зерга на самом деле не только hydralisk и характера если их больше могут законтрить и тюны по сути что тебе важно давай дрейд летает тебе нужно бить по воздуху вот и все да то есть я больше ничего не надо знать вот и вот если ты зайдешь там игрокам часто на стремятся с почте вот как-то там научиться играть что делать я так сам кстати начинал там был где-то серебро золото зашел там парниши взглянула там ну короче турнирному игроку говорю что делать вот как научиться затосом такой берешь три билда и учишься просто в ночи сделать три билда ровно и дальше начнешь все понимать все я взял просто просто взял и слепо по свету последовало совету в течение года собственно и вышел свой гмл первый вот и там с перерывами туда-сюда почему почему это работает в чем суть в том что белте если ты возьмешь ну сильного игрока нормальный билд который не заканчивается на том что ты должен просто построить вот то есть сделать трюк с газами сделать газ пол хата да например и отправить 8 собак это открытие билд он подразумевает что у тебя есть какая-то цель где ты выиграешь игру то есть у тебя должна быть отметка вот это самое главное где ты можешь победить какая-то . а то есть к примеру у меня там например в моем билде против зерга это . это колоссы stalker с плюс 2 но я не до нее нет ну играю где-то там процентов 5 игр на то что у меня до этого есть какие-то еще точки и она на одной из этих точек могу выиграть просто ну банально каким-то вот такой вот маленькая так и то есть по сути если бы у парня был один пилон сейчас здесь а второй здесь и бы его уже выиграл то что ты его съел под пилон на то есть это твоя первая точка где ты можешь победить но тут важно понимать что это . лишь небольшой отправной пункт и ты должен понимать а что если примеру здесь там но стенка закрыта ты не пришел батарейка есть и ничего не нанес собаками примут не убил даже stalker вот какой у тебя тогда план тогда я начинаю дронится активнее и уже там переходить то есть если ты не прогрыз то ты начинаешь дронится вот и вот здесь вот вторая ошибка да тут опять же ну не то что ошибка а взгляд да ты смотришь на какое-то действие самое важное в игре это вот одна лишь вещь это экономика по сути вся игра про наращивание силы идеалы вот прям супер идеал в вакууме игры в starcraft на это ты берешь и просто без пула грубо говоря делаешь 4 хаты полностью их задраниваешь там на 16 дронов сразу же делаешь 8 газов то есть это все можно сделать к 3 минуте там буквально к 4 ну полные 4 хаты пол мы ставим только там для этого для queen чтобы больше производства иметь вот ставим 8 газов и потом сразу всю технологию которую нам надо и таким образом ты ты там девятой минуте можешь иметь с апгрейдами любой технологический лимит то есть технологически это значит у тебя юниты не линги а там ну будто например то есть ты соберешь много газа соберешь много минерала который сможешь потратить еще на что-то вот почему так не бывает и для чего нам билды потому что у любого матча по есть динамика то есть почему протестом например должен открываться в стенку потому что на третьей минуте 30 секунде если стандарт зерк играет у него появляется скорость если стенки здесь нету то вопроса все юниты медленные но это его просто будешь бегать это терроризировать бесконечно он просто банально не может бегать за своими юнитами вот и все ему придется стоять все армии здесь ну всю игру для этого делается стенка ну это же самое у зерга то есть ты самое главное вот вот этими лингами когда ты прибежал ты должен был воспринять инфу что у соперника во первых нету второй базы во вторых ну есть какая-то большее количество гейтов там чем надо протест на самом деле но это логично потому что у него второй база нету вот и как тебе с ним действовать все очень просто с любым соперником у которого экономика хуже чем у тебя ну если у тебя при этом есть вариант иметь ее больше да то есть за зерга это почти всегда правда поэтому зерк вот в этом плане гибкая сильная раса твоя задача всегда понимать какой экономики играет соперник исходя из этого ты должен предпринимать решение то есть так как у него нету второй базы а у тебя она есть то ты должен иметь всегда на 4 5 дронов больше чем он может иметь сейчас запоминай числа да смотри одна база 16 плюс 3 плюс 3 это 22 до 22 44 66 три числа и соответственно добавляем каждому числу 4 до 26 правильно добавил или нет я могу тупить до 26 40 48 70 26 48 70 это столько сколько сколько тебе надо рабочих чтобы выигрывать соперников которые играют с одной из двух с трех баз вот и все то есть ты пришел увидел что тоса нету базой делаешь еще плюс три дрона к твоим и начинаешь просто банально строить строить юнитов все да то есть логика вот максимально простая увидел количество баз строишь юнитов вот это тебе информация нужна для чего для того чтобы ну реагировать правильно и принимать решение соответственно вот в какой момент ты идешь в атаку в момент когда ты понимаешь что соперник все-таки решил дальше играть то есть вот допустим он к тебе сейчас идет адептами ты строишь юнитов 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 опять же смотри я не говорю тебе кого строить да почему то что это вообще не важно ты должен просто тратить срезы то есть вот сейчас 533 этого минерала вот у тебя должно быть заказе 2 квины и на все эти лингов почему не потому что не стенка открыта или еще что-то потому что у него нет второй базы и он сейчас состоянии атаки вот то есть ты это отлично видишь ну и это единственное что тебе нужно проверять то есть количество вас соперника будет ну привод длинной игре вот получается сейчас он все приходит вот у тебя кино есть а могло быть на каждой хоть по 2 квины уже если ну строился если заказывал queen да и уже порокла еще проще было бы отбивать не убил ну тогда вот тут забегание все хорошо начинается уже такая штука ну и начинается то есть вот и в чем проблема вот этой игры конкретно да то есть ты попадаешь ситуацию которую нужно оценивать как ее оценивает к примеру вот ну то есть как я оцениваю в игре почему я там часто молчу да на стриме например я оцениваю вот так давай со стороны там условно ну а со стороны зерга тебя так я убил столько-то рабочих у меня столько-то рабочих значит у меня такое-то преимущество по экономике на то есть я вот примерно пока это убиваю примерно пытаюсь оценить соперник вложился в юнитов на такую-то цену а я обложился для того чтобы получается нахарасить экономику у юнитов на такую-то цену да то есть смотрю размены в какую сторону лучше хуже прошли оцениваю экономическую как бы ситуацию соперника сейчас вообще в течение всей игры оцениваю урон который он нанес мне я нанес ему и вот эти все вещи сопоставляя сейчас можно начинать думать окей мне нужна технология мне нужна экономика еще либо мне нужна армия вот эти вот вещи балансировать экономика технологии армия вот и ты попадаешь сейчас в эту ситуацию то есть но это тяжело то есть это с опытом с очень большой наигровкой приходит когда ты много реплеев смотришь оцениваешь анализирую что эти ситуации ты можешь тогда в игре более-менее быстро принимать решение но и оценивать ситуации вот но при этом все равно то есть в таких ситуациях очень тяжело все это оценить то что игра быстрая происходит на экране много бывает на нескольких экранов да то есть у тебя тут еще более-менее на одном игра идет но в этот момент у тебя мог мог здесь 40 летать знаете одновременно и тут бой и тут бой там и здесь адепт еще и очень тяжело за всем следить и оценивать да то есть для этого эти сейчас объясню какие те билды даю там и почему вот ну то есть примерно такая логика а ты себе должен все упрощать на уровне что вот у него второй база нету тебе не нужно его атаковать в принципе у тебя есть вторая база он сейчас ситуации что он должен прийти тебя убивать вот и все то есть тебе просто даже дергаться не надо в этом-то вся суть и ну тогда ты очень легко победишь и решение атаковать ты принимаешь только если ты строил 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 юнитов как я говорил у всего должен быть свой смысл да а он взял поставил вторую базу вот тогда ты оцениваешь может и там пробить ему стенку или нет если ты стенку типа пробить не можешь ты такой окей это юниты ну мой там запасной план б и ставишь базу базу и начинаешь их наполнять то есть я говорю он поставил вторую ты сразу же хоп-хоп-хоп ну быстрее его наполнил свою экономику и все еще впереди продолжаешь играть вот такой смысл ну в общем это общее принципе понятия самые базовые понятия игры да то есть вот мы их разобрали игру мы посмотрели так сейчас а ты сейчас в старкрафте или нет сейчас в онлайн нет они ничего потом зайдешь и так тебя это сниму профиль типа ну чтобы скринчик сохранился вот смотри по картам сразу же будешь банить карты какие банить я тебе скажу зачем мы баним три карты потому что на каждой карте немножко где-то по-своему играется вот и если ты сократишь количество карт и ты ну уменьшишь процент всяких неприятных игр за зеркал стоит в бане три карты на не знаю нужны и не нужны смотри дэш ауру мы баним потому что на ней за фото он сильный так на ней я играю ну вот на ягонате я не играю не ягонату наоборот оставишь она супер классная романтицит такой спорный вот пиларсов голд не играю супер да и оксид еще баним по моему тоже не да то есть баним карты с рампами сейчас тоже объясню почему и все вот так вот мы оставляем принципе смотри короче какие билды и почему мы сейчас будем брать очень простые по сути агрессивные чизы по одной простой причине нам со стандарта ты можешь на самом деле играть что угодно защищаться от чего угодно но для этого тебе нужно как раз таки анализировать игру и не мои игры уже другое иметь вот вот эти вот все под понятия по сути которые я тебе сейчас рассказал они простые и кажется супер понятными да вот у него есть экономика вот ты строишь дронов больше чем у него вот у него нет экономики вот строй юнитов да но в игре это надо еще увидеть до понять точно не обмануться там ну много 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 всего плюс параллельно играя в стандарт у тебя вначале кажется что у тебя там мало защиты или ты там играешь небезопасно хотя на самом деле защищаться можно от всего и и стандарте идет как наш идет грубо говоря как здоровенный ствол дерева и вот фишка стандарта что он там имеет свой план на игру докуда угодно абсолютно да то есть грубо говоря до выхода там в 10 баса с масс воздушной армии вот но как это идет это вот уже диктуется там матчапом и нужно все вот эти мелочи понимать чем прикол в том что на самом деле дам мастер лиги мало не мало а прям меньше одного процента игрока то есть практически никто не способен нормально ровность сыграть стандарт да то есть все кто уже научились играть ровно стандарт они уже в мастер автоматически поднимаются вот и тут такой прикол если ты играешь долго например если бы ты играл долго я бы тебе как раз таки советовал учиться вот просто возьми выучи нормальные стандартные открытия и как должен двигаться каждый матчап из него и просто его поиграя и ты подымешься а так как ты вот недавно начал ты вот супер идеальный кандидат для моего этого и и ролика и идеи вот этой то что ну на самом деле немного новичков сейчас старкрафте и и вот такой подход как я тебе подскажу он намного более быстр и эффективен в чем суть ты быстро подымешь себе кучу лик и будешь играть уже на уровне условно говоря мастера при этом ничего не понимая ну к примеру я не знаю может в алмаз выйдешь ну посмотрим короче да вот но идея в том что ты на самом деле будешь иметь потенциал в том чтобы выйти достаточно быстро в мастер лигу и играть с теми кто там играют если не стандарт то хотя бы очень ровные правильные чизы которые реально работают да условно там чиз в платине парень может прийти с одной базы на пятой минуте мариками с одной базы да при этом протас с двух баз может на пятой минуте иметь уже колосса и там пару сентреи и ты просто ну никак к нему под батарейкой мариками не придешь ничего ему не сделаешь и в этом суть да то есть когда протасы играют еще слабо которые не умеют строить рабочих не умеют строить юнитов не знают билдов против них это может сработать на уровне платине но почему этот парень сидит в платине с этим билдом потому что выше это просто ну не работает да протасы уже умеют строить рабочих уже умеют построить колосса до пятой минуты ну и все отбить просто вообще там ну супер легко вот и поэтому все билды которые я тебе сейчас даю имеют такой смысл не доходить до разных ситуаций то есть когда ты играешь стандарт ты играешь так я открылся хата газ пул и в этот момент у тебя оверлорд получает какую-то вот кроху информации там есть нет второй базы у соперника и ты внезапно свой вот этот классный длинный план который растянут там например на 12 минут по другой ветке отправляешь да то есть ты такой так окей здесь мне надо сначала две квины еще дополнительные парочка лингов а вот теперь могу подрониться например если ничего не происходит ну вот то есть типа такого да и ты постоянно вот эти ветки меняешь 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 ты должен это понимать тогда но чтобы это научиться понимать лучше играть против игроков которые играют ровно то есть как я тоже вот когда начинал я часто рассказывают на стримчике я в платине зарегистрировался этот на турнир и попал против солара это топовый зерк даже сейчас играет вот и в чем прикол в том что этот а тут даже этого нету еще до туда не дошло ну то есть я вот уже вот здесь где-то я играл на уровне платина алмаз и играл вот там с хард это там корейский терран мощный да он даже выигрывал но здесь я уже в гмэле был там вот то есть играл с топовыми игроками с бьяном до того как он стал чемпионом gsl успел поиграть вот и против таких игроков то очень быстро можно найти ошибки да то есть человек там в платине он может прийти например вот запроса тебе расскажу тоже а убить тебе пилон например внизу ну вот как ты за зерга пришел убил пилон да вот и например на этом остановиться и продолжить там грызть гейт например или еще что-то такое а в это время ты сверху делаешь какую-нибудь там двастер гейта идешь в контратаку и убиваешь вот так ну вот на уровне гмэлы естественно тебе приходят сгрызают пилон и когда у пилона там остается 50 жизней на нем оставляют две собачки а четыре подымают наверх и уже сбивают тебе там минеральную экономику ну типа такого да то есть намного жестче и быстрее все происходит намного жестче тебя как бы за ошибки все карают сразу вот и поэтому ну лучше сразу с ними тренироваться чем сидеть и думать например почему ну вот тут я дырку пробил просто в стене пойду еще закажу лингов типа такого вот смотри короче билды тогда это я тебе специально подобрал короче поставим на x2 это будет против зерга будет просто чиз зачем почему потому что один матчап какой-то всегда нужно иметь так сказать подготовленный не не то что подготовленный короче вот когда учишься играть всегда удобно как сделать три билда один матчап он должен вообще пролетать как будто его нету да то есть тут билд буквально на три минуты чиз ты типа делаешь пару действий приходишь побеждаешь либо не побеждаешь смотря как ты там поконтролишь армии или еще что-то это проходит за три минуты то есть ты просто грубо говоря забиваешь на матчап звз по одной простой причине опять же ребята которые играют выше играют намного лучше и ровнее этот матчап и против них будет приятно учиться играть его правильно и вот когда ты поднимешься ближе к мастеру условно ты можешь тогда взять и в звз начать наоборот играть стандарт мы посмотрели билды собственно на ютубе поговорили их разобрали на данный момент ребята вы все сможете посмотреть вот эти билды потому что я буду записывать реплеи для Кая которые он будет оттачивать вот итак поехали вот смотри и получается ты играешь вот это вот в звз чиз против терна ну то есть ты в принципе играешь вообще в каждом матчапе тайминговые ранние атаки достаточно но при этом ты в звз просто по сути пропускаешь матчап учаясь только микро против протаса ты учишься открытию с большего против терна ты учишь уже такой почти стандартную игру при этом ну тоже идешь в атаку и учишься ровагерами управлять вот то есть против зерга ты начинаешь что ничего не делаешь прям совсем ждешь 200 минералов строишь пул делаешь три рабочих и сразу же можешь их выделить сейчас этого оверлорда после трех рабочих сразу же можешь их выделить и выбрать то есть нам нужно 11 рабочих здесь здесь и сразу же раллипойнт ставишь тебе поможет управлять ими потом видишь смотри сейчас ползну я сделал контрольную группу сразу с дронами то есть вот эти вещи в принципе контрольной группы они тебе упростят намного всякие задачи ты сможешь собственно брать отдельно ими управлять если надо можешь вместе но просто вот привычка создавать контрольные группы часто тебе поможет именно где-то что-то кем-то управлять на самом деле старайся хотя бы армию держать в контрольной группе но тут что самое интересное то есть как научиться пользоваться контрольными группами такой частый вопрос просто делать их на самом деле да то есть в этой игре я могу обойтись без этой контрольной группы могу но в принципе сорвать именно 11 дронов в нужную секунду мне проще если вот они у меня уже заранее все подготовлены и я ее уже создал и чем чаще ты ее создаешь тем чаще ты просто банально рукой нажимаешь control 2 например да там control 3 и нажав сто раз ты уже прокачал свое именно вот нажатие на control 3 мышечную память ну сто раз ну вот как бы и все так учится да то есть отсюда мы как только заканчивается пул заказываем 3 собачки готовимся заказывать еще и в минуту 20 срываем дронов то есть минута вот 16 нажимаем на этот и на минеральные можно нажимать на минеральную линию или еще куда-то все у тебя все бежит дальше мне нравится через F2 контрольную группу на собачек создавать и смотри я заказываю собачек через нажатие четверки это у меня хата да то есть у тебя единица заказываю собачку и у тебя появляется яйцо такое ну как он да как он я сразу при выбранном яйце нажимаю shift 1 то есть я уже яйцо добавляю к контрольной группе с собаками и таким образом я вот управляю видишь раллипойнт появляется то есть это раллипойнт с яйца вот и я продолжаю собственно вот этим заниматься то есть я добавляю яйца в контрольной группе они когда вылупляются они становятся собаками в контрольной группе таким образом очень удобно и все вот мы добегаем правим 3 хаты и пытаемся их защищать то есть твоя самая главная задача опять же их защитить тебе не нужно пытаться рваться его там убивать что то еще делать ты выиграешь если выиграют плетки они должны построиться то есть постоянно оцениваешь соотношение сил вот у него больше рабочих убегаем почему мы убегаем? потому что ну мы выиграем время чуть-чуть вот и постоянно несмотря на базу делаешь до заказа видишь я бегаю периодически нажимаю четверку и заказываю все плетки достроились можешь ее перекопать одну поближе вторую поближе и таким образом за 3 минутки буквально выиграешь все вот это твой в принципе билд нажимаем назад ключевые моменты твоя задача постараться сделать так чтобы у тебя уже в 2 35 плюс-минус достраивались плетки то есть вот такое время это когда у тебя первые две плетки достраиваются то есть ты должен именно иметь вот этот вот как это ну короче точку отсчета 2.35 должна быть готова плетка если ты приходишь и у тебя там на третьей минуте готова плетка это неправильно уже значит что ты делаешь не так значит где-то поздно выходишь забываешь овера или еще что-то то есть вот приходить и делать плетки так все этот реплей готов здесь опять же как понимать открытие разбираешься вот эти все там 16 хата короче все ну да на скольки там все просто то есть на каком лимите по сути вся вот эта история происходит то есть на ком лимите ты должен это поставить то есть на 16 хата значит ты на 16 лимите должен ее поставить то есть не на 17 вот начинаешь заказываешь дрона отправляешь овера ну на позицию ну вот после первого дрона заказываешь еще овера его оставляешь у себя вот такая штука чтобы фотончиков ловить на второй базе заказываешь еще дрона ну и стараешься это делать вот максимально 50 минералов накопила чтобы сразу заказался дрон таким образом ты грамотно используешь личинусов вот все 16 хата один из личинусов просто идет вниз из этих вот заказанных то есть тут все достаточно просто можно немножко эффективнее его раньше срывать но в целом и так нормально все 16 хата добавляешь ее в контрольную группу сразу же делаешь еще два личинуса еще одного личинуса этого дрона точнее заказываешь вот и в минуту 10 ставишь газ вот этот второй идет на газ вот этот парень нельзя ставить пол то есть мы не спешим сразу газ поставить вот так небольшая пауза сейчас сколько рабочих 20 хорошо вот то есть дальше твоя задача построить 20 рабочих в общей сумме как только газ достроился сразу же два рабочих на него переводишь третьего из построенных и у нас уже есть 19 рабочих заказываем 20 все на этом у нас все окей на 20 лимите овера получается потом когда ставится 2 хаты сразу 2 квины 4 линга и вот этих рабочих с газом начинаешь переводить вниз они получается тебя добывают на скорость заказываешь заказываешь еще лингов и на 2.20 заказываешь 21 рабочего он пойдет ставить хату вот 4 линга смотри на данный момент я скажу так они вообще могут использоваться у тебя то есть для того чтобы там разведывать еще что-то делать это тебе нужно делать в двух случаях первый случай обмануть соперника то есть ты должен показать что тебе интересно что там он делает ну все вот эти вещи кого ты сможешь так обмануть игрока из мастер там гранд мастер лиги условно который пытается вот это все анализировать то есть игрока из алмаза тем что ты побежишь в его сторону собаками ты никакой ему инфы не дашь кроме того чтобы побежали собаки в его сторону на самом деле не всегда даже все равно да он даже это может не воспринять они могут прибежать и убить его даже случайно он такой да блин ну типа такого это нормально такое бывает поэтому вот на данный момент я бы сказал ты их просто оставляй дома пускай стоят вот все 21 рабочие что делать с квинами 32 оверлорд самое главное одна квина делает инъекцию вторая крип распространяет ставишь хату продолжаешь делать линго вот все таким образом вот у тебя две квины куча собак идет дальше только инъекции делаем вот один раз кидаешь крип и в 3.10 побежал все в 3.10 побежал в 3.15 делаем инъекции вот и стараешься заказываться через контрольную группу смотря сюда обязательно да то есть через группу с хатами стараешься смотреть что происходит и при этом опять же очень удобно контролировать все 3.40 твоя задача тут будет стенка там в миллионе процентов случаев да твоя задача грызть гейты кибернетки пилоны юнитов все что можно так как стенка занимает какое-то пространство ты не можешь прям нажать на любое строение либо юнита и все собаки будут его бить да то есть они не смогут поэтому ты приходишь нажимаешь оклик например сюда куда-то вот ну в пустоту и дальше смотришь если собаки какие-то тупят их выбираешь и отправляешь там бить какое-то другое здание например ну типа такого максимально распределить урон то есть стараться бить там 3 здания одновременно что-то типа такого тогда сопернику будет тяжело за ними уследить вот здесь главное не забываем еще этих оверлордов заказать если что но скорее всего собаки начнут умирать и оверлорды не понадобятся вот тем не менее могут пригодиться смотри в чем интересно что делать если соперники вот допустим если как здесь то есть против тебя играет игрок ты сейчас их будешь встречать еще какое-то время у которого ну одна база да то есть не важно есть тенка нету главное ты должен понять у него одна база какое у тебя ну вот действие можешь сам предложить ну можно ну можно развивать экономику дальше да по твоей логике как ты ну меня уже учил надо развивать экономику если у него одна база и копиться да смотри не просто развивать преимущество чтобы преимущество да то есть 26 плюс минус короче да всегда 26 28 рабов у тебя должно быть что самое интересное у тебя их уже 20 да то есть ты пришел однобазовым у нас сейчас 3 базы ну чиз однобазовый почему потому что экономика однобазовая у нас 20 рабочих это ну в принципе однобазовая экономика вот примерно вот твоя реакция на ладере какая должна быть оставляешь пару собак здесь этими там попытался наломиться и такой ну получилось не получилось окей да вот самое главное и самое первое потратить резы как можно быстрее видишь у нас 800 сейчас ресурсов да мы сразу же берем 3 квины мы заказываем 3 дрона на газ мы заказываем какое-то количество дронов на эту базу смотрим 29 ну все больше чем надо отправляем одних собак в один угол карты других в другой я их на патрули еще раз ставил вот можно просто для чего это делается прокси базы в твоих лигах сейчас это будет проблема там ну до алмаза они будут появляться эти прокси базы вот и самое главное сейчас то что ты по экономике ведешь и отсюда твоя задача только максится только максится можно примерно проанализировать от чего ты можешь затерпеть да вот то есть от чего ну от дарков например сразу же опа спорочки расставил причем заметьте я спорки ставлю только на 2 базы потому что у нас только 2 базы работают спорки поставил сразу рабочих восстановил вот роуч варен допустим ставим самое главное никаких апгрейдов вот роуч варен либо бейлинг нест одно из двух и у тебя в итоге с воздухом будут бороться квины с землей будут работать зерлинги тараканы вот и все отсюда продолжаешь заказываться вот я заказал юнитов у меня ресурсы кончились значит все окей если бы они не кончились я бы заказал еще королев вот а сливать энергию через shift не нужно почему потому что пускай не копят лучше будешь лечить если надо вот да то есть вот сейчас я жду еще тараканов закажем на все пум я вообще как-то редко много квин заказываю но в основном если их больше чем у каждой хаты теми я только крип так да это нормально хаты стоят я ими сливаю обычно все что решили ну да ну типа много квин это вот на самом деле хорошо они очень сильно танкуют помогают защищаться вот тут просто сейчас экономики не хватает их строить да ну если накопил ресов то есть вот например у тебя нету инъекций ты провтыкал да у тебя накопилось 500 минералов и ты ничего не можешь делать сразу заказывай еще плюс 3 квины и все и продолжай продолжай собирать армию то есть вот грубо говоря с одной базы мы собираем собираем и тебя просто с такой ситуации если ты будешь продолжать тратить ресурсы банально тебя будет постоянно больше чем соперника конкретно против тоса и против терана ну то есть в целом слышу что я добываю больше и трачу больше соответственно и меня в итоге больше да 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 и именно так и все и вот смотри вот вроде бы седьмая минута нас 106 лимита нас толпа queen нас вот так вот то есть мы в принципе защищены можно там между делом сотку газа накопировал лейер какой-то заказать да вот это вот все то есть по сути ты сейчас ждешь что он должен прийти атаковать в конце концов парень который вот ну у него там свое видение вот он так вот ставит базу все такие будут вот что ты с ними делаешь ну все очень просто вот так вот f2 клик и все и дешево просто убивать если там 1 базовый воздух да ну то есть ты уже видел что чувак играть с одной базы но с воздухом в принципе ты его этим все равно убьешь да то есть там часто у него будет ну там 4 грелки ты вот так вот приходишь просто здание ему убиваешь в это время делаешь queen и ну реакция будет нидус просто через нидус кучу queen отправляешь на него и добиваешь этот воздух ну вот это плюс-минус такая тема но самое главное опять же первые вот эти вот три минуты а то есть четыре против тоса уже то есть взять и иметь вот в этой игре у тебя контрольная точка это 3.30 это готова скорость это 44 лимита и ты вот уже со скоростью у него стену грызешь да вот такой вот звп чик ренейн так а если что-то идет не по плану чиза и меня быстрее убивает или я не убиваю просто писать гг или потеть пытаться дальше смотри фишка вот опять же всех этих штук в том чтобы быстрее дойти до нужных нам игроков да и не попадать в ненужные ситуации чтобы игр игрались меньше сделай себе лимит 10 минут например то есть плюс-минус на десятый сдаешься да плюс-минус десятый сдаешься ну если ты видишь там допустим ты там пришел я не знаю на восьмой минуте к террену да он тебя типа чем-то долго долбил надоедал ты к нему на восьмой минуте пришел все разнес он разлетелся зданиями ну построй шпиль добей здание на 11 типа не надо прям левать на 10 вот ну если ты понимаешь что ты на 10 там наломился всей армии на стенку а там пять танков тебе все разобрало и ты такой ладно типа не надо выходить в муту еще что-то да то есть на самом деле если ты наломился против нормального игрока всей армии и она твоя вся армия внезапно сдохла ну скорее всего ты проиграешь в ближайшее время вот и все примерно такая математика вот так сейчас этот посмотрим против террена быстренько мотну как он там правильно делается так значит тоже 16 хата вот да то есть идея именно в чем опять же ты же все равно не можешь грубо говоря играть там 12 часов подряд то есть у тебя там два есть часика в день если ты два часика продуктивно поиграешь там допустим такими стратами ты можешь сыграть за день 60 игр ну там по 3 минуты вот ты на самом деле очень много вот именно научишься полезного да а если ты сделаешь 4 игры по 30 минут ничему не научишься да то есть руки твои хату 17 поставят всего 4 раза все остальное потом будет ну типа вакханалия там странное происходить вот то есть в этом именно прикол как бы начинать с таких вещей отточить вот это начало чтобы о нем потом вообще не думать этот смотри вот этот билд против терана я тебе еще кину типа потом может более ровную версию типа пока такая сойдет я тебе скажу ну или скажу где что подправить по мелочам да то есть там просто он будет похож но возможно не сверх идеален также да да часто вот на этих мелочах где-то потом можно выехать хотя сейчас на данный момент на самом деле и так сойдет вот главное опять же чтобы база была понятная стандартная также оверлорда отправляешь против терана против терана его можно отправлять типа защитник то есть не на вот этот спот а вот там например сюда и потом оттуда пролетать вот второй оверлорд против терана обычно идет куда-то в район третьей базы потому что там могут стоять прокси бараки или еще что-то то есть часто против терана на такая разведка идет так хотя обманул немножко семнадцатую хату тут делаю ну типа не столь важно но хата тоже шестнадцатая как и против этого как против тоса должна ставится запомнишь это или переделать да ладно оставляй так ну то есть да главное вот стера на открытие копируй то есть если какой-то чиз против тебя который там очень рано приходит пытайся отбиться опять же по логике что ты должен просто ну подкопить армию и собственно потом что-то пойти с ним сделать вот минута сорок отправляем рабочего туда вот в другой конец карты есть как только отбился копии армию пытайся его убить вот так примерно твоя логика может здесь до минуты тридцать в принципе то же самое что и прошлый билд еще делается да то есть это открытие да он будет оно вот прям такое же и будет таким же те же у нас будут две квины те же четыре линга вот тоже скорость лингов у нас делается вот тут у тебя этот парень добегает по этой лингу ко второй минуте сюда и отсюда то есть после четырех лингов ты продолжаешь делать именно дрончиков вот на двадцать девятом лимите плюс-минус подкапливаешь тебе ресурс вот на хату одна делает всегда сразу при вторая инъекцию кстати дай-ка я тут кое-что посмотрю ммм ммм был прикол с газом или нет так это сейчас восемьдесят накоплено два пятьдесят ммм сейчас мотнем я чутка поменяю тут одно действие вот еще как раз здесь научишься вот этому штуке прикольной смотри смотри когда заказал получается скорость снимаешь рабочих с газа на вторую они базу идут таким образом чуть раньше начинают добывать минералы и ты нас сейчас они важны манера да 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 вот то есть эти линги они на крепе стоят и рипер отгоняют на крепе мы за ним не гоняемся естественно ну вот то есть пытаемся плюс-минус два сорок тыкнуть вот эту хату выходит к вины крип инъекция еще рабочие два рабочих можно вот так вот ролепойнтами на газ отправить на тридцать шестом лимите оверлорд один вот и в итоге у тебя 3.10 роуч варен здесь ставится дальше у нас уже две инъекции идут и квина две инъекции и сразу квина еще одна затем у тебя еще рабочий идет и дальше отсюда вот ты можешь пролететь 3.20 оверлордом заказав еще одного предварительно то есть если пошел лететь к террину всегда пролетай ой всегда заказывай запасного и смотришь есть у него вторая база или нет да то есть если ты естественно в 3.40 не нашел вторую базу узнаешь что делать продолжаешь делать квин рачей лингов да вот так вот и сразу же опять же против невидимых юнитов не забывай кинуть этот по спорочке вот то есть в чем прикол у тебя опять же 30 рабочих уже есть ты можешь смело да если ты понимаешь что соперник в 3.40 играет с одной базы сразу же две спорки чтоб невидимых видеть в минеральных линиях плетку одну и у тебя 27 рабочих остается все из 27 рабочих продолжаешь квины рачи линги это защита да то есть но если там вторая база есть если все окей то продолжаешь собственно вот по первоначальному плану заказываешь тараканов заказываешь лингов все оно бежит там куда-то на другую часть карты кариб можно распространять вот главное тараканов лингов заказал и небольшая перерыв с тараканами твоя задача сделать так чтобы тараканы добежали тебя хватило еще на рвагеров вот пока они бегут стараешься делать инъекции ну и вообще то есть старайся не забывать продолжать делать инъекции если забываешь будут копиться ресурсы ну вот да заказы это эти линги наверное нюансик такой есть надо короче на три рача меньше заказывать да на три рача меньше это сколько значит посчитаем раз два три а всего три рача надо заказать тогда окей давай заново где мой заказ был первый то чтобы сделать рвагеров ну врачей меньше так у меня заказ в 3.50 это правильно или нет сейчас проверим да в 3.50 даже он даже позже но его там харасили наверное то есть все у нас ровненько значит здесь 4 тараканчика аккуратно руками все остальное это эти уже идут как их там линги вот ну и до текания только линги вот вот там новетрворды инъекции и вот буквально чуть-чуть нормально нормально прям не чуть-чуть раньше прям идеально доходишь 4,40 делаешь здесь равагера то есть тайминг такой 4,40 ты должен вот тут у нас уже гулять в 4,50 нападаешь вот как нападать нападаешь получается вперед лингами они смотрят что происходит и отдельно равагерами контролишь то есть равагерами пытаешься найти танки и по танкам вот такой залп сделать у тебя рэпид фаер настроен или нет? нет вроде ага надо будет настроить эти там скинул то есть рэпид фаер для чего? чтобы нажал кнопку и вот так вот выпустить три залпа сразу ну невозможно среагировать там танк убрать или еще что то если танк стоит ты подходишь хопа и танка нету вот самое главное равагеры то есть у тебя все идет вот так вот через заклик ты продолжаешь делать до заказы продолжаешь заказывать оверлордов там все все что нужно аравагерами отдельно ходишь и и вот какие-то ключевые моменты пытаешься взрывать танки сапплайки вот это все дотекание у нас идет лингами в основном вот такой у нас билдик получается вот она вот эта версия кайт звт супер вот смотри вот такие штуки как тренировать теперь да самое наверное интересное мы пришли ээээ есть у тебя какой-то вообще такой ну план ты там заходишь не знаю разминаешься потом на этот да не я сразу рейтинг сразу рейтинг это вот это это круто да на самом деле то есть самое бесполезное знаешь ну есть такая черта у многих типа я боюсь играть рейтинг или еще что то ну во первых это всего лишь игра и окей во вторых рейтинг это просто показание того где ты там на ладере сейчас где множество других игроков и какая разница да типа ты ну ничего по факту не теряешь если теряешь рейтинг то же самое что ну если честно ничего и не набираешь если набираешь то он просто показывает ну какой твой сейчас скилл на данный момент времени и все вот а еще много кто знаешь что боится на рейтинг играть как это ошибочные ожидания я бы это так назвал то есть типа ты знаешь психологический ммр 10 тысяч но чё то вот не знаю сейчас вот с моих двух тысяч снимут мне 20 и опять 1 900 да ну как бы так то там я все знаю на 10 тысяч так это работает вот короче как тренироваться смотри забиваешь на рейтинг на три дня отвратительно да смотри сколько примерно играешь день еще раз там напомню часов 5 можно часов 5 лет нету тоже стеж а планируешь ближайшие дни по часов 5 лупить или как ну да ну да блин ладно короче в чем мой план вообще было изначально 5 часов это очень овер дохрена для моего плана особенно для тех билдов которые я тебе дал вот смотри твоя задача сначала идеально отточить билд с ботом каждый билд чтобы в тайминге попадать да то есть чтобы вот прям не думать и при этом если к примеру вот давай мы отойдем например условный звп сейчас примерно суть что ты должен делать вот против бота вот то есть ты полностью абстрагируешься от игры и задача в чем изначально мой план я его сейчас расскажу и как бы я советовал просто ну часто новичкам например трениться вот мы взяли три билда опять же один билд у нас супер быстро это zvz один билд средний такой ранний чиз zvp и против террена у нас такой более-менее долгая игра ну если можно так назвать пятиминутный чиз на то шестиминутный в чем прикол в том что в принципе мы легкий билд который супер легко выучить берем на zvz считай минус один очень похожий но чуть чуть сложнее zvp и более сложный технологичный где возможно надо будет защищаться против террена то есть мы очень сегментируем каждый матчап и тут то же самое то есть я бы рекомендовал так если особенно мы длинный билд учим взять один день поиграть например час да там ну либо полтора с ботом просто с ботом один и тот же билд до вот третьей минуты условно да то есть вот этот билд у нас против тоса длится 3 минуты 30 секунд скорее всего в куче игр ты вот на 3 минуты 30 секунд ты выиграешь и твоя задача научиться его делать до пятой минуты вот причем абсолютно абстрагировавшись абстрагировавшись и играет только его да то есть вот ты садишься и просто кучу 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 против бота подряд каток играешь и стараешься вот даже здесь смотри у меня собаки в 3.35 добегут а ты старайся в 3.30 уже быть здесь то есть ну на 5 секунд раньше это супер идеально ну на самом деле 3.35 тоже окей вот что ты делаешь дальше когда ты прибежал то есть в игре же тебе надо будет микрить там против игроков то есть здесь против бота ты просто продолжаешь делать такую штуку ты заказываешь оверлордов если надо они наверное заказаны нет не заказаны делаешь инъекции бегаешь лингами влево вправо да ждешь оверлордов там своих вот кстати этот бегаешь лингами и максимально быстро тратишь ресы сейчас вот оверлорды вылупились тратим ресы не смог потратить да смотри видишь у меня 400 ресурсов 400 ресов сразу 2 квины то есть ты берешь все личинусы превращаешь в лингов и лингами бегаешь параллельно с этим смотришь кидаешь инъекции не втыкаешь вот и продолжаешь бегать заказываться тратить ресурсы в ноль все то есть опять у нас 62 лимит один оверлорд сейчас еще один наверное оверлорд ну вот все личинусов много вышли еще квины можно вообще везде инъекции покидать еще лингов и вот пять минут тратишь ресы да то есть твоя задача пять минут держать полоску ресурса на нуле абсолютно не важно как ты это делаешь то есть ты можешь заказать все оверлордов на сотку лимита да ты можешь грамотно это делать ну блин не то что грамотно а вот ближе к тому как делаю я да то есть и лингов и квин и оверлордов всего там понемножку да позаказывать вот ты можешь там я не знаю брать хаты строить вот так вот да самое главное что у тебя вот каждые буквально там 20-30 секунд ресурсы должны быть в нуле и так абсолютно с каждым билдом кроме завозе ну завозе ты там пришел как бы ты всех дронов там спускаешь там нечего в принципе тратить вот вот то есть в пвт ой завт ты приходишь там ну ближе к пятой минуте этим чизом и твоя задача до там шестой до седьмой минуты тратить ресы вот с этой экономики которую ты получил с 30 рабочих вот и таким образом получается как только ты справляешься допустим 3-4 раза подряд с билдом что он прям попадает в тайминги можешь переходить к следующему то есть ну первый у тебя завозе там супер просто да там ты просто берешь 12 пула приходишь 3 плетки достроил в принципе все достроил ливанул я думаю ты справишься там я не знаю ну максимум за 10 попыток возможно за 4 да типа первый раз так что-то не получилось за следующие 3 раза подряд сделал и как бы окей я запомнил да вот вот этот например может быть тебе надо будет повторить несколько раз да то есть ты чуть чуть больше на него потратишь времени против терна может еще чуть больше а может сразу словишь то что они похожи в принципе вот логика одна и та же на возьми себе число 3 там тире 3-10 раз подряд в зависимости от того насколько ты сумасшедший да можно остановиться на в принципе на трех вот ну и как по кайфу будет самое главное чтобы ну все таки приятно было заниматься так сказать попал в тайминги допустим звз три раза подряд свечился на вот этот билд попал в тайминге опять три раза подряд свечился на тернский билд учишься научился в тайминге попал три раза подряд и потом опять с ботом но меняя матчап каждый раз то есть против зерга сыграй идеально сыграй против тоса идеально против терна идеально если у тебя вот получилось три раза меняя матчап то есть ну не тренируя один и тот же билд 20 раз подряд и там 17-18-19 все получились три раза идеально а когда ты ну плюс-минус разные вещи играешь чтобы у тебя все время хорошо получалось и вот как только у тебя все это получилось просто прыгай на ладер и вот просто гоняй то есть вот такая схема по итогу ты на лазер с такой установкой ты выйдешь просто банально отточив вот этот вот производство все отточив и на ландере твоя задача будет научиться именно правильно действовать юнитами в ситуациях которые ты будешь попадать вот такая логика в принципе то есть ну как все в принципе понятно да все будешь тогда пробовать да все это прям ништяк ну и собственно вот как какая моя идея да скорее всего ты достаточно быстро на самом деле апнешься вот сейчас я наверное сейчас что-то скажу для ролика быстро кто надоело запись держать ну что ребята давайте посмотрим куда кай придет где-то через неделю а с вас как всегда соточка лайков поддержите меня поддержите кая в его стараниях начинаниях что он подписался играть с ботом миллион раз я думаю всем его жаль вот ну до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч